Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Главное». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. И сегодня, 28 декабря, мы по традиции подводим политические итоги года с гостями нашей студии. Это руководитель ТАСС в Молдове Валерий Демедецкий и общественно-политический деятель Кирилл Лучинский. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Господин Лучинский, в начале нашей беседы хотела бы поинтересоваться, ожидали ли вы вообще в начале 2019 года, что этот год завершится именно так, политически, как он завершается? Ну, тяжело, наверное, как бы предвидеть 100%, как он завершится и как он начинается. Была очень хорошая поговорка в советское время. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А мы в Кишине. Поэтому здесь тяжело, конечно, что-то было предвидеть. Я был абсолютно уверен, что режим, который был, режим Плохотника, он придет ему конец когда-то. Ну, и я не думал, что это так, как-то, как многие говорили, еще на 4 года как бы продлится, потому что там были нарушены фундаментальные правила политики. Вот, поэтому вопрос был только когда. Способ, значит, смены режима, ну, именно так все и предсказывали, что в самолете мало кому место будет выделено. Поэтому ничего, в общем-то, нового, сюрпризного в этом смысле не происходило. Простите, а какие фундаментальные моменты были нарушены, на ваш взгляд? Фундаментальные. Человек заигрался в геополитику, начал обманывать очень серьезных внешних партнеров Республики Молдовы. И это все привело к тому, что на международном уровне и на площадке, которая называется Республика Молдова, на международной площадке, были объединены взгляды, скажем так, стран сторон на международном уровне, которые на сегодняшний день зачастую даже враждебно относятся друг к другу. А вот в Республике Молдову дошлась ситуация, когда был найден определенный какой-то ситуативный, но все равно консенсус по отношению к тому режиму, по отношению к тому лидеру, который был в стране. Поэтому, еще раз говорю, не хочу сейчас уходить в политологические какие-то суждения по поводу того, о фундаментальных вещах, потому что здесь очень многие другие были. Это так, чтобы, о чем я говорю, например, о лжи вечной, которая была вечным инструментом бывшего режима, в данном случае Аврам Линкольн перед своим убийством в 1895 году сказал очень хорошую вещь о том, что можно одурачить всех на время, можно одурачить некоторых навсегда, одурачить всех и навсегда невозможно. Поэтому, собственно говоря, это тоже вещи, которые... Это, кстати, относится и к существующим политикам, и к будущим политикам, поэтому эту мудрость желательно, чтобы они запомнили. Но многие другие вещи, которые, в общем-то, привели к концу того режима, который был. Поэтому сегодня, в общем-то, время, когда мы, я надеюсь, изменения, которые произошли в стране, они станут началом определенной какой-то новой парадигмы для Республики Молдовы, как для внутренней политики, так и для внешней. Ну, а начало какой именно парадигмы? Вот, например, в конце 2019 года вы больше спокоены за политическое будущее страны, чем, допустим, год назад? Да, основополагающий фактор для развития страны, это является плурализм политических партий, вообще в политике, плурализм разных взглядов. Монополия, которая была создана при Воронине, или монополия, которая была создана при Плохутнюке, она заканчивается именно таким образом. Я очень рад, на самом деле, что в Республике Молдова постоянно доказывается верховенство демократических принципов. И постоянно, казалось бы, уже в ситуации, когда есть диктаторский какой-то режим, который захваченное государство, как у нас было, и все равно все-таки демократические принципы, они, да, при помощи внешних партнеров, при помощи каких-то других обстоятельств, но все равно, разговаривая, например, с некоторыми друзьями из других стран, не буду называть каких, они радуются, что у нас вот такая бурная политическая жизнь происходит. И в том числе и журналисты, которые работают в странах, где не существует демократия. Или она на минимальном уровне находится. Понятно, спасибо. Господин Демидецкий, ожидали ли вы, что 2019 год завершится именно так? Честно говоря, не ожидал, по той простой причине, что, если вы вспомните, мы здесь в перерывах на рекламу, да, все говорили о том, что режим обречен, он долго не будет существовать, да, но... Не все так говорили. Нет, почему? Все это понимали. Просто люди многие не говорили, в силу в разных, знаете, люди работают в разных СМИ, зависимости и так далее, но люди многие не хотели об этом открыто говорить, кто-то мог себе позволить об этом открыто говорить, кто-то не мог себе позволить в силу известных обстоятельств, да, но все понимали, что долго это не протянется, да, то есть это обречено уже было, да. Но то, что это быстро так произойдет, я, честно скажу, не ожидал. Я не думал, что это произойдет в этом году. И этот необыкновенный такой консенсус, о котором все многие говорят. Знаете, вот я на днях буквально столкнулся в лифте в своем офисе с послом Хоганом. Ну, поздоровались, и он спросил мне, как дела. Перекинулись двумя-тремя словами. И я сказал, что, знаете, вы у нас как Бэтмен. Спаситель, да? Почему? А он удивился. Или Спайдермен. А почему, спросил он. Да потому что, если бы не вы, последняя его капля была, мы все знаем, великолепно. Последняя капля его была. Известные 15 минут. Известные 15 минут, да. То если бы не вы, то у нас бы половина парламента сидела в тюрьме, а другая была бы членами демократической партии. Наверное, к концу года весь парламент, вы, где есть тюрьмы, стал бы членами демократической партии. Он засмеялся. Он говорит, ну вы не расслабляйтесь, вам еще, может быть, предстоит. Он даже несколько раз терялся. А я не знал, до что приехал этот его коллега из Госдепа, да, опять говорить о новой коллекции. Вот. Но вы знаете, в чем проблема? Ведь и сам Хоган, давайте скажем так честно, и это все знают, ведущие люди, еще за несколько часов до беседы с Плохотниковым не знал, о чем он с ним будет говорить. Он ожидал указания от центра, и слава Богу, что такое указание прошло, поговорить с ним об этом. Но я бы еще сказал вот одну вещь какую. Вы знаете, вот в этом году мы отмечали 30 лет с дня падения режима Чаушевского. Я туда ездил, когда вот эти события были, и на первые выборы Ильевскую ездил. И вот у меня были такие интересные наблюдения. Там Дима Дьяков был как раз с корреспондентом ТАСС. Вот там мы с ними познакомились. У меня были такие интересные наблюдения, значит, вот эти ожидания румын, от того, что вот после смены Чаушевского, вот Чаушевский ушел, и завтра наступит чудо. Все наладится, мы будем жить как в Германии. И трали-вали, и теледили. А потом оказалось, что это совсем далеко не так, понимаете? То есть этот путь надо пройти обществу, для того, чтобы оно каким-то образом созрело. И вот мне рассказывали такую байку, историю, они писали газеты, что когда Чаушевску привезли расстрелянного в морг, и там перебрасывали из коробки в коробку, чтобы отвезти его и закопать на кладбище Генча, там санитары кричали, говорят, ну снимите ему штаны, мы хотим посмотреть, что же у него там такое, что он нас 30 лет, понимаете? Вот, понимаете, вот этот интерес был, да? А они не понимали, что это не в Чаушевску дело, а дело в людях. Почему одиозный? Вот мне фотограф лично Брежнева, да, Маселян, рассказывал, что когда приезжал в Чаушевску, лез обниматься к Брежневу, Брежнев ему за спиной показывал вот так. То есть не надо это снимать. Даже Брежнев, который, наверное, не был светочим демократии, воспитанником Сороса, он шарахался от Чаушевску. Почему именно у Чаушевску пришел такой режим, да, воспитался такой режим, и почему он такой жесткий был. Я многим говорю и по эту сторону прута, и по другую сторону прута, что нам еще надо, предстоит очень такой непростой путь пройти, для того, чтобы Плохотнюка, ни Чаушевского, ни Плохотнюка не выросло нового, понимаете? А я сегодня не уверен, не убежден, что в следующем году у нас может опять что-то произойти. Я далек от мысли, что господин Плохотнюк оставил свои мечты не контролировать какую-то часть финансовую, которую он продолжает контролировать в нашей стране, понимаете? Что он не захочет отомстить тем людям, которые его свергли, да? То есть очень многие вещи еще под большим вопросом, понимаете? Поэтому вот общество, если оно будет готово к этому, да? Вот посмотрите, как интересно нам сегодня вбрасываются разные вещи, да? Которые нас разделяют. Ну, любой нормальный вопрос, да, развитие и так далее, мы вам могут ответить, где чин вырубиться на румыны, да? Или синтетс, дебуны кардинизоны. Значит, понимаете, вот это, конечно, вот нас в политике специально разделяет именно для того, чтобы преследовать свои грязные цели, понимаете? Но, господин Демидетский, наверняка вы заметили, что особенно в последнее время все чаще и чаще оппоненты социалистов говорят о том, что, да, Плохотнюка нет, но на смену, но ему на смену пришел новый человек, который пытается... Я вам отвечу на этот вопрос. Я считаю, что обвинения в том, что наступило, так сказать, на смену демократам прошли социалисты, надуманы по той простой причине. Во-первых, у социалистов нет большинства в парламенте. Ключевого варианта. Во-вторых, вот многие критикуют правительство КИКУ, что оно техническое правительство. Вот отец Кирилла Петровича, да, у него правительства были технические. Правительство Ильича Букаи... Ну, там не было политического... То есть, у этих премьеров не было политических амбиций, и они не говорили, что я хочу стать президентом. Вся история нашей Молдовы – это битва между премьером и президентом, или спикером за то, кто будет хозяином республики. И я помню, как это было на протяжении всей истории. Понимаете, здесь ситуация сложилась такая, что я сегодня не верю в то, что у Додона есть полнота-то власти, которая была у Плохотнюка. Но давайте задумаемся, на чем была основана власть Плохотнюка. Он ведь не занимал никаких постов. Он был просто лидером одной из партий. Но к нему бегали все – прокуроры, судьи. Понимаете, все боялись его, повально боялись. Так боялись, что даже, знаете, когда власть начала меняться, при помощи трех послов, которые поставили свои машины с флагом, и вот когда я увидел эти машины с флагом, я понял все. Я понял то, что многие не поняли даже в штабе демократической партии. Им, видно, не хотелось это понимать. Но это было понятно, что все, надо сливать воду. То есть надо каким-то образом, если бы они еще после этого прошли в парламент, спокойно, без того, что они делали, то есть нормально, жизнь, у них было больше шансов даже. Но пока я вижу, что партия, демократическая партия, она на сегодня фрагментирована, она еще не оправилась от того шока. Она потихонечку выходит из этого положения. Но она еще не оправилась от того шока. И я не верю, что демократическая партия останется орудием Плохотнюка. Вот в это я не верю. Там есть неглупые люди в этой партии, они понимают, что пагубный путь. Это путь в тупик и в никуда. Сегодня на сегодня понятно. Но я не исключаю, что в следующем году, а у нас, как назло, все годы за годами предвыборными, избавляем в нашу страну. То парламентские, то местные. То президентские. Потом вы говорите о досрочных парламентских, которые я особо не верю. Следующий будет високосный год, будет хороший. Мы будем надеяться. Но я боюсь, что под президентские выборы у нас вот этот накал опять начнется. Все начнут играть, как я их называю, в геополитические цурки. Потому что на уровне нашей маленькой, небольшой страны, я вот уважал отца Кирилла за то, что он один из немногих у нас был, кто побывал в политбюро ЦК КПСС и знал, как крутится внешне. Большая политика делается. Понимаете? У нас из-за нашего провинциализма люди на такой уровень редко выходили. И поэтому мы иногда говорили глупости космического же масштаба и космической же глупости. Вот когда говорили, что вот мы там весь мир тех, из-за нас там Запад дерется с Россией и так далее. Это большие глупости. Понимаете? Поэтому, к сожалению, у нас мы еще должны доказать, наше общество должно доказать, что от чего она хочет. Готова ли она к новым этим изменениям? Готова ли она к изменениям лучшему? И не снова не вступит ли она в это противостояние, которое может закончиться, знаете, тем, что мы опять поедем к Ардагану и скажем, вы только не смейтесь, мы снова спалили парламент. Введите еще раз денег. Давайте такое уже. К сожалению, у нас в последнее время у нас какой-то замкнутый круг происходит. Потому что, на самом деле, наше общество, и не только наше общество, это и Маркс писал о том, что все-таки верхние правители, они влияют на формирование общества. То есть через свой пример, через свои законы, через результаты или отношения, которые они официально показывают. У нас же происходит ситуация немножко другая. То, что Валерий сказал о разделении, разобщенности общества, ведь главный автор этой разобщенности являются политики. И потом они попадают в капкан. Потому что они поступают так, как завещал великий Лао Цзи, который говорит, если хочешь возглавить народ, иди за ним. А за ним, значит, ты должен, в общем-то, ожидание, которое сегодня народ, а народ сталкивается с ним, с тем, что он озлоблен, он разобщен. И вот эта вот озлобленность и разобщенность, она заходит непосредственно в ту манеру вести политику внутри страны, которую сегодня показывают политики. И сегодня для того, чтобы раньше, во всяком случае, для того, чтобы встать серьезным политической какой-то силой в стране, надо было ответить всего лишь свое отношение, ответить, значит, всем про свое отношение, например, к НАТО, к Евросоюзу или к России, значит, к румынскому языку или молдавскому языку. Вот были такие чекпойнты у нас. И если бы ты сразу себя позиционировал, кто ты на самом деле. Ну а сейчас? Я хочу сказать, что мне кажется, что после того, что произошло летом, я хочу отметить, как выпускник Московской Дип-Академии, все-таки роль, неожиданную роль Российской Федерации или дипломатии Российской Федерации в том, что произошло летом этого года. Я не ожидал, потому что до сих пор на протяжении многих десятилетий мы видели абсолютно топорную работу внешнего дипломатии, скажем так, я сейчас не буду говорить, кто за это отвечал, потому что там разные на самом деле институты власти отвечают за это. Но то, что произошло этим летом, значит, действительно, вот эти три флага, которые выстроились, и мы видели абсолютное единение в этом смысле по отношению к тем событиям, которые со стороны трех стран, по отношению к тем событиям, которые происходили в стране, то, безусловно, мы понимаем, что Россия добивается тех целей, которые перед собой ставила. Потому что вопрос избавления Плохотнюка или изгнания Плохотнюка, это было, я так понимаю, достаточно серьезная цель, поставленная перед Российской Федерацией. И она это добилась, пойдя на определенные какие-то договоренности и убедив в том числе или найдя, так сказать, общие какие-то точки соприкосновения со своими партнерами здесь, но на международном, я уже говорил, на международной арене они достаточно могут даже враждебно относиться друг к другу. Поэтому сегодня, возвращаясь опять к этой идее о том, что разобщенность, она делает государство слабее, намного слабее. Ведь нам надо четко понимать, что разобщенность в данном случае является продуктом коллективного сознания в Республике Молдову. Разобщенность и превосходство, которое сегодня постоянно проповедовалось, оно привело к элементарным вещам человеческим. И в Республике, и вообще в обществе пропало такого рода качество, как сострадание. Сострадание, которое, когда сострадание уходит или исчезает, происходит удивительная вещь. Исчезает совесть просто у людей. Но по поводу разобщенности я тут немного бы, наверное, поспорила, потому что если мы проведем краткий экскурс даже по событиям этого года, посмотрите, была создана коалиция двух противоположных сил, АКУМ и ПСРМ. И если мы окунемся даже незадолго в историю, электорат господина Рожки, вот аналогичному шагу его, не понял. Если посмотреть по социологическим опросам после создания этой коалиции, то есть электорат, получается, очень даже адекватно понял и осознал, что произошло. Если даже проанализировать местные выборы, победу господина Чевана, в которую никто не верил. Нет, я не соглашусь с вами. Знаете почему? Почему? Я абсолютно согласен с тем, что сказал Кирилл, о том, что политики сами попадают в капкан своих. Почему моя самда не поехала в Москву? Я у нее взял интервью в июне, и она сказала, я еду в Москву. Но не поехала. Она боялась в электорат. Зачастую политики пугают так свой электорат, что потом сами начинают бояться этого электората. Когда господин Настасьев увидел свой мистский рейдинг накануне выборов мэра, не окружение его рассказывал. Говорит, надо включать геополитику. Понимаете? Но... И проиграл. Нет, нет, общество правильно проиграл. Потому что всем уже надоело господина Киртуака. Ну, такая прививка была сделана в течение трех сроков, что, уже знаете, уже... Ну, при этом, про всем, Киртуака взял третье место. Третье место, да. 10% тоже есть, да. Я вам хочу сказать, что это серьезный результат. Это то, о чем я говорил, что у нас еще далеко поезд не проехал. Вы считаете, господин Дебедевский, что до сих пор геополитика играет решающий фактор? Понимите, принять меня правильно. Я благодарен КУМ и социалистам за то, что они сделали то, что они сделали. И эта задача была выполнена. Но затем наступил вопрос, что делать дальше. А это намного сложнее, чем сделать то, что они сделали. Понимаете? А для того, чтобы идти дальше, нужно было ответить на многие вопросы. И отодвинуть геополитику. Понимаете, нужно было сформировать правильное правительство. Чтобы правительство сформировалось с коленки, на темном парламенте. Оно было нужно для вас изгнать господина Плохотнюка. После этого нужно было сесть спокойно, назначить правительство технократов, нормальных людей, которые могли бы произвести изменения. Таких изменений не было. И все начали думать сразу о будущих президентских выборах. Я считаю, что госпожа Санду могла не уходить в отставку, если бы она думала о будущем страны. То есть нужно было найти какие-то договоренности и попытаться. Господин Дадон воспользовался ее положением, что она сама полезла в эту бутылку. И назначил технокомпания. То есть было сформировано очень быстро правительство из тех людей, которых он подобрал. Но по большому счету это правительство не имеет поддержки большинства в парламенте. И это очень сложно будет управлять. Понимаете? И в условиях даже удивленности наших внешних партнеров, скажем так. Я немножко не соглашусь к вермам, что русские дипломаты всегда... Да, есть за что их критиковать, соглашусь с вами. Нет, я говорю в Молдове. Молдове. Но в 90-е годы, давайте вспомним. В 90-е годы, вот тот же меморандум Примакова. Я недавно был на чтениях, примаковских чтениях. И вспоминал. Я вспоминал ту историю с Примаковым. Она, кстати, при вашем отце была. В 99-м году я присутствовал у нас на переговорах между Кишиневым и Терраспольм. Где обсуждалось, какие посты займут пренестровские министры в кабинетах. Они даже были первыми вице-министрами быть в кабинетах. Вот мы до чего дошли. И так куда мы откатились после этого? За 20 лет. Понимаете? Ну, в общем, недалеко мы откатились. Очень далеко. В Пренестровском угрыбе мы очень далеко. А, в Пренестровском угрыбе. В Пренестровском угрыбе мы даже далеко. А тогда мы стояли на пороге. Понимаете? На пороге буквально. И это была во многом заслуга и молдавской, и российской дипломатии. Понимаете? То есть то, что посадили тогда, заставили подписать о общем государстве. Пренестровик признала, что они находятся в общем государстве Молдова. От чего они сейчас отпираются. А сейчас я смотрю, да, вот с назначением нового вице-премьера, да, пошло такое бодание между берегами Днестра, что я даже не знаю, как они договорятся. Понимаете? Раньше хоть Шова и Лицкая, они сглаживали вот эти вот, знаете, своего начальства бодания. Да, вот эти вот большие начальники бодались, они тихо собирались и говорили, слушай, ну давай, чтобы нам завтра вот все это дело не разгребать, мы договоримся здесь по-тихому. Вот это, знаете, а сейчас я смотрю, это уже перешло на второй уровень, понимаете? Именно на тех людей, которые сидят за столом переговора. Дипломаты, между прочим, знаете, вот международные дипломаты, они между собой не ругаются, знаете почему? Потому что причуды шефов разгребать им, а если у тебя будут плохие отношения с этим человеком, ты никогда с ним не договоришься, понимаете? И вот большие дипломаты, они стараются не допускать этого. А Пренестровик, в общем, почему я начал говорить об этом, понимаете? Окей, вот я с симпатией отнесся к заявлениям нового министра, господина Чикоя. Знаете почему? Вот прежний министр, хороший парень, я с ним был в разных проектах неправительственных и так далее, умный и так далее, и так далее. Но стоило ему только начинать говорить какие-то правдивые вещи, да, о том, что это был гражданский конфликт, на него тут же належало наше гражданское общество, и он уходил в сторону. Ну, господин Чикоев впервые сказал одну вещь, о том, что мы сами не хотим решать Пренестровскую проблему. Потому что часть нашего политического истеблишмента не желает этого, потому что радуется тому, что растет процент желающих это государство объединить с другой страной. А другая часть истеблишмента занимается с Пренестровым интересными делами, вместе с украинцами и так далее. Я об этом вам говорил, что не надо быть большим учеником на уроке географии, чтобы задать себе вопрос. Если Пренестровцы занимаются контрабандой, они заключены, с одной стороны, Молдову и Украину, с кем они занимаются? Контрабанда там, как и любого, обоюдный процесс. Невозможно заниматься без участия нашего. Поэтому я говорю, что если мы себе прямо не ответим, мы хотим объединять страну, мы хотим строить процветающую, независимую, свободную, демократическую государство, как обещали людям на площади когда-то. Или мы будем играть в эту игру, доводить эту страну до ручки, а потом ее развалить и это сказать. Но это настолько наивное понимание, что можно эту страну развалить, а потом ее с кем-то объединить. Потому что, вы знаете, я не представляю, как можно приехать в Брюссель, видели фильм «Золотой теленок», когда Стап Бендер сказал Балаганову, что вы видели бой Быков, когда Паниковский пошел третьим лейтенантом Шмидта представляться. Я себе представляю приход в Брюссель людей, которые говорят, мы тут задолжали, наделали много, но попрошу оплатить в нашу свадьбу, да, и весь всю хуматрию на Балканах, которая начнется с переделом границ и так далее. Я думаю, что там вынос тела будет очень быстрым, понимаете? И наши политики это великолепно понимают, понимаете? Но вот эта игра, которую не затеяли, которую стали, абсолютно правильно сказал Кирилл, заложниками этой игры, понимаете? То есть никому не хватает сказать честно и правду о положении вещей в стране. И это продолжается до сих пор. Все разделили вот так, значит, электорат, это вы унионисты, вы молдовинисты, вы такие, вы пророссийские и так далее, как жаловался мне кто-то посол Молдовы в России. Ты знаешь, говорит, армяне приходят, и мне помогает армянская диаспора зайти к Лужкову решить вопросы, зайти в Кремль решить вопросы. А моя молдавская диаспора поделилась Молдаванией за СССР, Молдаванией за Приднестровье, Молдаванией за объединение с Румынией, Молдаванией за Молдаванией. И все ходят и просят у меня денег, понимаешь? Как будто у меня здесь бат. Очень есть интересный результат после того, как упала вот эта монополия Плохотнюка на политику. На сегодняшний день мы замечаем интересные процессы, процессы, которые раньше бы, наверное, нам было бы тяжело поверить, что они возможны. Например, с унионистами, объединение на фланге унионистов. У правых правый центр вообще свободный, то есть они настолько... А Кума нету. Пас у него своя какая-то повестка, у Попедя, я думаю, сейчас мечтает вообще остаться на каком-то хотя бы уровне. То, что касается на левом фланге, казалось бы, да, сегодня социалисты сильны, сегодня у социалистов все нормально. На самом деле у социалистов тоже произошло определенный излом, потому что они тоже являются заложниками своей же политики. И поэтому там бывшие, так сказать, хвосты, которые приходят, еще непонятно, так сказать, что будет в дальнейшем. Сегодня очень многие не удовлетворены результатом того, что... Какой результат дают сегодня социалисты? У них очень важная сегодня задача стоит сегодня утвердиться именно. Но мы видим, что на левом фланге тоже появляются новые какие-то партии. Сегодня на право центра, как я вам сказал, уже в нижнем таком старте находятся очень многие представители из, скажем так, неправительственного сектора, которые готовы сегодня войти непосредственно в политику. Поэтому нас ожидает вообще на самом деле очень бурная политическая жизнь. В 2020 году на самом деле будет очень интересное изменение в этом направлении. Более подробно об этом мы поговорим после очень короткой рекламной паузы. Она пролетит незаметно. Не переключайтесь. Итак, мы вернули студию. Напомню, что в эфире программа «Главное». Сегодня мы подводим политические итоги года с гостями нашей студии. Это Валерий Демидецкий, Кирилл Лучинский. В продолжении нашей беседы, господин Лучинский, кстати, вы заговорили о том, что есть новые политические силы, которые хотят себя реализовать так или иначе. Нельзя не вспомнить февральские события. Прошли парламентские выборы. Вы не были участниками этой гонки, но вы пристально за ней наблюдали. Парламентские выборы проходили не по классической пропорциональной системе, как они проходили до сих пор в Молдове до определенного момента. Если сравнивать смешанную и пропорциональную систему, как вы думаете, какая система наиболее подходящая для Молдовы на сегодняшний день? Самая подходящая система – это та, которая на сегодняшний день доросло общество. А доросло оно до смешанной системы? Нет, мы сегодня абсолютно не доросли до смешанной системы, надо это признать. Поэтому я думаю, что единственная на сегодняшний день репрезентативная система для парламента могла быть только пропорциональная. Для того, чтобы мы пришли на смешанную систему, для этого надо, во-первых, поставить четкую конкретную задачу. И сказать, например, с 2000, не знаю, какого-то года, мы переходим, например, такую-то систему. Но давайте, надо же всегда анализировать, что она нам даст. Уже полностью одномандатная, полностью мажоритарная система. Я вам хочу сказать следующее. Вот, Нин, давайте сделаем небольшой анализ. В сегодняшнем парламенте существуют депутаты, которые представляют свой избирательный округ. Вот если я уверен сегодня спросить жителей этого избирательного округа, А что вы, почувствовали какие-то изменения? Это представляет Приднестровье, которое прогрессовало тысяча человек. А вы сегодня представляете, что вы вообще чувствуете? Какие-то изменения, не знаю, что-то вот человек бьется там. В результате, я думаю, что абсолютно очевиден в этом смысле. Поэтому, или там для диаспоры нашей. Поэтому я думаю, что ответ очень простой, система пропорциональная. Кстати, скоро Конституционный суд выскажется. Вот в одном из интервью президента, кажется, на прошлой неделе я читала, что он заявил, что Конституционный суд буквально через неделю, через две даст заключение, по какой системе будут проходить досрочные выборы, если они будут, если все-таки они будут проходить. Тогда, кажется, он сказал о том, не кажется, а он сказал, что его мнение, что если все-таки будут досрочные выборы, они должны пройти по смешанной системе. Потому что должен пройти хотя бы год после выборов. Как говорит венецианская комиссия, она дает рекомендации, что хотя бы год нельзя менять систему избирательную. Год или мандат? Год. Я читал, что венецианская комиссия как бы говорила о досрочных выборах. Да. Если будут досрочные, то они должны быть прежними. Да, то они как бы по-прежнему. А прежняя система – это смешанная система. Прежняя система – это смешанная система у нас получается. Почему идет, ну посмотрим, как выскажется Конституционный суд, почему все-таки об этом так часто говорят, почему идет определенный дискусс. У нас есть решение парламента, которое проголосовало за возврат. За возврат, да, за пропорциональную систему. Что есть выше парламента? Нет, есть решение парламента, но в случае досрочных выборов Конституционный суд выскажется, по какой системе они будут проходить. Почему так часто об этом говорят, господин Демидетский, и вы все же не верите в то, что будут досрочные выборы? То, что досрочные выборы не будут до лета следующего года, мне почему-то верится. Хотя я думаю, что весна у правительства КИКО будет очень сложной. До лета? Очень сложной. То есть полгода не будут? Да, я не думаю. Знаете почему? Досрочные выборы случаются, знаете, если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Досрочные выборы случаются, когда люди в парламенте хотят их. Понимаете? И они проголосуют за них. Давайте посчитаем. Социалистам нужны досрочные выборы? Демократам нужны? А правые готовы к досрочным выборам? Пойти решительно и так далее? Они готовы. Я думаю, что да. Но они как готовы. Я думаю, что сейчас их самая главная цель – это добиться досрочных выборов. Пас, пас. Особенно пас, да. Пас, да. Пас абсолютно. Мои Санду, конечно. Но я не думаю, что он возьмет большинство в парламенте. Нет, а речь не о большинстве. То, что она может улучшить свой результат, это очевидно. Но когда встретились с Дериком Хоганом в лифте, он ничего вам не говорил на этот счет? Нет. Нет, боже упаси. Дерик Хоган – опытный дипломат. Он даже засмущался, когда я начал ему спрашивать. Начал ему говорить, что вполне возможно, что скоро его вмешательство снова потребуется. Я думаю, что я не верю в досрочные выборы до лета следующего года. Кризисы могут быть. Кризисы могут быть. Я думаю, что как только демократы окрепнут, они потребуют, так сказать, контрибуций за свою поддержку правительства и так далее. А КУМ будет действовать очень резко, критиковать. Это очень хорошо, что есть оппозиция, что она будет критиковать, что у нас… Значит, это, знаете, как бы, чтобы карась не щука на то и дана, чтобы карась не дремал. Вот это нормально, я считаю. Но я почему-то считаю, что вот на сегодня, да, весной, политические силы особенно… Ну, а КУМ, наверное, будет, ПАС и Шора будет мало для того, чтобы… И людей Плохотнюка будет мало для того, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Пока еще маловато. Может быть, эта макритическая масса вырастет к весне. А вы думаете, что демократы хотят досрочных выборов? Не все демократы, часть демократов может захотеть. Понимаете, она сможет захотеть парламентского кризиса, падения правительства и так далее и тому подобное. Понимаете? Так я думаю. А вы, господин Лучинский, как думаете, насколько вероятна, великая вероятность досрочных выборов? Ну, смотрите, у нас есть избирательный кодекс, он регламентирует очень хорошо, когда должны быть проведены выборы. Соответственно, мы не можем провести выборы раньше, чем через полгода после местных выборов, и не можем провести выборы раньше, чем за полгода до, в данном случае, президентских выборов. Соответственно, если президентский выбор у нас ноябрь, а местные выборы у нас были в октябре, соответственно, у нас открывается коридор апрель-май. Ну, может быть, там, июнь, да, так сказать, еще, может быть, доведется, как бы, эта ситуация. В случае, если... Надо просто понимать, что 14 декабря у нас был, значит, в лидированные президентские выборы 2016 года. Там такое, там, по-моему, пару недель в мае весь коридор. Ну, вот, в общем-то, коридор достаточно небольшой. Поэтому, для того, чтобы отправить в отставку правительство Кику, ну, в любом случае, нужны очень серьезные аргументы. И я думаю, что это очень хорошо понимает и президент Дадон, и премьер Кику. Поэтому для них, да, действительно, весна будет, ну, таким переломным моментом. То есть, все обещания, которые они дали, они смогут выполнить или не смогут выполнить. Пока, конечно, в принципе, в потенциале, безусловно, досрочные выборы могут быть. То есть, мы можем допустить, что они могут быть. Они, там, чисто арифметически, это действительно возможно. И они чисто арифметически. Есть у вас по-любому определенное политчутье. Да, безусловно. Поэтому, как вы считаете, вот, на ваш взгляд, учитывая сложившуюся ситуацию, насколько невероятно? Да, достаточно рано говорить о потенциальных досрочных выборах. Я, например, там, месяц назад был бы, наверное, более склонен считать, что это возможно. Потому что понятно, что для КУМ эта стратегическая цель как можно быстрее добиться досрочных выборов. И в данном случае им помочь могут только фракции демократов, которые на сегодняшний день не являются единой. То есть, нет однородной массы там. И, безусловно, я думаю, что она действует больше, исходя абсолютно из каких-то своих, порой даже, некоторые члены фракции, из меркантильных своих. Хорошо, я постоянно слышу о том, что демократы разделены, там происходят определенные процессы. Одни мне говорят, что там группа численность такая, другие говорят, что другая. На самом деле, насколько... Насколько мне известно, там есть несколько групп. Хорошо. Хорошо. Насколько большая группа в количестве? Сколько депутатов, вам неизвестно, сегодня находится там под влиянием господина Плохотнюка до сих пор? Вот под влиянием господина Плохотнюка, на мой взгляд, меньше всего. Самая маленькая группа. И становится все меньше и меньше. И становится все меньше и меньше. Вы знаете, есть человеческий фактор еще надо принимать. Режим работы, который был у Плохотнюка, абсолютно не устраивал, я думаю, что членов семей тех людей, которые там работали на него или которые в политике были. Он всем запудрил мозги тем, что политика делается только так, как он делает ее. Серьезная политика. И совещание в 12 часов ночи, например, не каждая семья будет выдерживать. Или звонки по ночам, для того, чтобы прийти на совещание. Поэтому сейчас, я думаю, что многие члены фракции задышали нормальный рабочий день. Дома, я думаю, что тоже воспринимают, чаще видят их дома. Поэтому даже на бытовом уровне, понимаете, изменилась некоторая жизнь. И происходит, наверное, какой-то процесс переоценки. Что политикой, кажется, можно заниматься немножко и в другом движении. Вы бы хотели что-то добавить, господин Плохотнюком? Нет, я хотел добавить, что действительно недовольство господин Плохотнюком возникло не после его отъезда, а задолго до его отъезда. Но боялись об этом говорить? Я знал, я с многими демократами в хороших дружеских отношениях, да, я с ними говорил. Я знал, что у них было недовольство, потому что человек фактически заменил руководство партии. Партия – это большой организм. Даже Брежнев, который был таким, он настолько расставил кадры, да, и настолько... Вот была ситуация партии, когда он прошел и сказал, что я ухожу, они все упали на коллеги и умоляли... Испугались. Испугались, да, что не уходи, да. Если господин Плохотнюк сказал бы, пошутил, что я ухожу, все бы, наверное, перекрестились, сказали, ну, слава богу, ушел сам. Но потому что все боялись, что это проверка. Да, да, да. Что это проверка на лояльность. Да, да, нет, просто господин Плохотнюк сам загнал себя в эту ситуацию, понимаете? Сам загнал ситуацию. Мне кажется, повлияло то, что он действительно привнес в политику бизнес, то есть вот правила бизнеса. Всех обману, всех кину, всех-всех-всех-всех-всех. Так нельзя. Понимаете, политика делается несколько по-другому. В политике нужны и союзники. И нужен элемент доверия, понимаете, необходимости. Вот почему я привел Брежнева, да, потому что, действительно, они не ходили, чтобы он уходил, потому что при нем было комфортно, нормально, да. Да, принимались какие-то решения, там, то есть как бы не карал никого, не сажал, не расстреливал, да. А тут, понимаете, все жили в нервной ситуации, да, когда управление, управление осуществлялось через трех-четырех человек, да, которые были с ближайшим кругом. Остальных он никого не слушал, заставлял, ломал через колено делать то, что сказали они, да. А эти понимали, что эти действия ведут в тупик. Там же у него есть опытный, господин Дьяков, это опытный, извините меня, да, человек, который видел намного больше, чем люди, которые окружали Плохотнюка. И понимал больше. Он видел кончину Чавушельску, он видел, как все у нас строилось. Ну, он говорил о том, что к нему не прислушивались там. Кто? Ну, естественно. К Плохотнюк. К нему не прислушивались? Да, что в последнее время он... Да, для того, чтобы прислушиваться... Нет, Дьяков говорил, что не прислушивался. Да, да, он говорил, что в последнее время к нему не прислушивался. Это правда, он не врет, потому что, понимаете, почему? Сейчас могу сказать, что да, уехал Плохотнюк, Дьяков заговорил. Он говорил об этом в приватных разговорах, я могу подтвердить. Нет, он и публично об этом говорил, то есть я не оглашаю то, что в приватных. Когда ему задавал какие-то вопросы по старой дружбе, как тазовцы, я говорил, мол, что вы делаете, далее он махал рукой, я говорил, не спрашивал очень меня, потому что я в этом не участвую. То же самое и Марьяна Ричевна. У Плохонюка короткосрочные победы привели к долгосрочному проигрышу. Да, вот. Вот политика, которую он здесь, я думаю, абсолютно конец. Трактически он выигрывал, стратегически он загнал. Очень в коротких каких-то боях, а в стратегическом плане он проиграл окончательно. Маленькая страна, такая как мы, она не может априори позволить себе. То есть мы должны всегда иметь два весла, понимаете? То есть если вы хотите иметь хорошее отношение на Западе, у вас должно быть хорошее отношение на Востоке. И наоборот, понимаете? Как только мы начинаем... У нас один часовой пояс в стране. Как только мы начинаем дергаться в ту или другую сторону, наступает проблема, понимаете? Это я не к тому, что говорю, что, знаете, вот нам самое смешное сегодня существует этот геополитический спор. Нас не зовут пока в Южный Союз. Честно скажу. И в этом отношении можно ругать господина Дадона, не ругать. Но он же воспринял. Он сказал, да, мы не будем разрушать... Он же пошел против своей партии, по большому счету, да? Которая говорила, критиковала Европейские Союзные Союзные Союзы. Ну, а партия записана, что они... Но он же пошел против этого. Но окун-то геополитический выбор не захотел менять, понимаете? То есть они не захотели проводить эту взвешенную политику, понимаете? Которая могла стать залогом какого-то успеха страны. Я не говорю о том, что надо ложиться под кого-то, но в любом случае надо уметь лавировать. Потому что есть различие большое от мудрой политики и хитрой. Хитрый выбор не в любой ситуации, мудрый в нее не попадет. А мы попадали раз за разом. Все верно. Если мы подводим итоги по избирательной системе, значит еще непонятно, будут ли досрочные выборы. Не будут. Понятно, что следующие выборы у нас пройдут по пропорциональности. Но уже вчера, кажется, или позавчера ЦИК высказался о том, что в Ханчешском округе выборы пройдут. Они по одномандатному округу эти выборы состоятся. Вот с самого начала эфира господин Лучинский стеснялся вас спросить, но все-таки поинтересуюсь. Господин Филат, после того, как он вышел, вы с ним встречались, созванивались? Нет, мы не встречались, но мы созванивались. Мы говорили несколько раз. Какие у него вообще политические планы? У него нет сейчас политических планов. Но все говорят о том, что в Ханчешском округе, возможно, велика вероятность того, что он все-таки будет баллотироваться и составит конкуренцию Майсанду. Честно говоря, я лично не понимаю, зачем это ему нужно в том положении, в котором он сегодня находится. Я думаю, что для него вся главная задача, которую он озвучил, сегодня добиться оправдания, добиться показать фальсификацию всего его дела. Эту цель он для себя поставил, он ее и озвучил. Я думаю, что это достаточно очень тяжелая юридическая процедура, где он должен очень много времени уделять. Потому что его дело находится в СПЧ, в Европейском суде по правам человека. Я так понимаю, что оно должно быть рассмотрено скоро. Поэтому я думаю, что для него это достаточно важно или очень важно. С точки зрения его участия в выборах как депутат, а что это ему даст, я просто не могу понять. Ну, будет он один депутат в парламенте, и что? Он будет выступать постоянно на сцене, имеется в виду на трибуне. И что ему это даст? Человек, который не занимает никакой должности. Просто простой депутат, иммунитет, на него не распространяется. То есть, я не могу понять, честно говоря, никто мне не может объяснить, зачем ему становиться депутатом. Я с ним не разговаривал на эту тему, я его не спрашивал, и мы не говорили на эту тему. Я не знаю, на самом деле, что там происходит. Но, исходя из логики каких-то вещей, я не понимаю, у меня нет ответов на многих вопросов. По поводу, кстати, проведения выборов по одному округах, у нас же есть досрочные выборы, сегодня уже многие, тот же Василий Анастасий и так далее, это были досрочные выборы. Вот здесь есть определенная юридическая коллизия, как сегодня, например. То есть, давайте допустим, что у нас год прошел, как вы говорите, Конституционный суд скажет, что один год нельзя проводить досрочные выборы по смешанности. По новой системе, нет, по новой системе они могут сказать. По новой системе, значит, соответственно, одноднатники, которые, например, уйдут через два года, а парламент еще будет существовать, значит, выборы каким образом будут проводиться у них? Это будет досрочный выбор? Досрочные выборы будут проводиться по системе все-таки смешанной? Да, до тех пор, пока не пройдутся общие выборы по... Тогда есть абсолютное юридическое противоречие, тогда будет в решении Конституционного суда. Поэтому я и сказал, каким образом Конституционный суд может сказать, что один год минимум, потом можно по пропорциональной системе, а одноднатников досрочные будут проходить по смешанной системе. Я думаю, что все-таки целый мандат будет оставить, так как я услышал, Венецианская комиссия тоже говорит о том, что досрочные выборы, тех выборов, которые были, будут проходить по той же системе, значит, по смешанной системе. По смешанной системе, да. Целый мандат. Значит, соответственно, если этот мандат пройдет, а я думаю, что с точки зрения интересов социалистов или президента Додона, который все-таки заинтересован в том, чтобы весь мандат прошел, именно четырехлетний мандат парламентский был стабильный, без досрочных выборов, то вот это решение Конституционного суда в какой-то степени будут гарантии того, что все партии, которые настаивают на том, чтобы прошло все по новой системе, по пропорциональной системе, это не будет реализовано. Хотя, да, действительно, есть декларация о захваченном государстве, там совершенно четко есть решение о том, чтобы вернуться в пропорциональную систему, но ничего не... или есть о досрочных выборах что-то? Есть, есть. Ну, значит, соответственно, надо четко понимать, что у нас... Ну, декларацию о захваченном государстве никто в полной мере никак не использовал, и, в принципе, напомню, что венецианская комиссия всегда дает свои рекомендации, они носят только рекомендательный характер, но если вы вспомните, как принималась смешанная система, а насколько ФПХ, то есть они старались ее принять за год до выборов, которые состоялись в феврале. Я с вами соглашусь, что... Поэтому мы понаблюдаем, но вот по поводу господина Филата я все-таки хотела бы уточнить еще. Господин Лучинский, не так ли, что задолго до того, как он вышел из тюрьмы, говорили уже о том, что господин Филат скоро-скоро вот он все-таки освободится, его освободят? И ЛДПМ, ее результат на местных выборах, он довольно-таки впечатляющий. То есть можно говорить о том, что ЛДПМ она как-то воспряла. И мне как-то свойственно это связывать и с тем, что говорили о том, что господина Филата выпустят. Тут есть какая-то связь или нет? То есть я не верю, что он не имеет абсолютно никаких политических амбиций, которые он намерен как-то реализовать. Нет, ну, иметь политические амбиции это одно. Связь между теми событиями, о которых вы говорите, я, честно говоря, не очень вижу. Во-первых, Филата было принято решение условно-досрочном освобождении. УДО называется. УДО, да. Значит, оно было принято после местных выборов. После, но об этом говорили задолго до местных выборов. То есть вы считаете, что это заслуга лидера? Нет, ну, смотрите, давайте будем последовательно. Потому что начали говорить в момент, когда изменилось законодательство. Законодательство изменилось в том смысле, что было предусмотрено в нашем законе о том, что компенсация за бесчеловечные условия содержания в тюрьме номер 13, они будут выдаваться не деньгами, а годами. И под эту компенсацию попали очень многие люди, в том числе и господин Филат. Поэтому... Ну, не очень многие, ну ладно. Как не многие? Около тысячи. Из скольки? Из 10 тысяч, которые подали заявки? Ну, я считаю, что, ну, во-первых, хочет, но я считаю, что... Я не к этому сейчас спрашиваю. Мне просто единственный вопрос заключается в том, будет ли господин Филат заниматься политической деятельностью или нет. Вы знаете, лучше всего его спросить. Еще раз говорю, я не говорил с ним на эту тему. Я еще раз повторюсь только, где я уже сказал на одной передаче, что реакция самих политических игроков, активных на рынке, на политическом поле, безусловно, показала, что Филат до сих пор является действительно серьезным политическим конкурентом. И если даже он не захотел бы стать или вернуться в активную политику, то те, кто сегодня находятся в активной политике, его вынудят просто это сделать. Вот и все. Понятно. Спасибо большое. Господин Демидецкий, скажите, пожалуйста, насколько для вас было ожидаемо событие изменения политической конфигурации внутрипарламентской? Ну, абсолютно ожидаемо. Здесь было все понятно. Ну, нарастали противоречия между премьером. У премьера и у президента были политические амбиции. Понимаете? Майя Сандо не скрывала, что она хочет стать номером один. Ну, наивно было бы предполагать, что президент Дадон, у которого партия, которого фактически победила на выборах и имеет больше всех мандатов, с этим согласится. Ну, сейчас бытует мнение вообще о том, что и демократы обладают, ну, не бытует мнение, так оно и есть, они обладают золотой акцией в парламенте, то есть я не знаю, насколько там велики противоречия между собой. Знаете, одно дело обладать золотой акцией, а другое дело им воспользоваться. Пока они не в состоянии воспользоваться. Как только они будут в состоянии воспользоваться, я думаю, что тут даже и гадалки не ходить, они сразу же воспользуются и заявят о своих амбициях, о своем кусочке пирога и так далее. Они использовали уже сейчас. Они уже использовали. Они получили необходимую. Формирование правительства Кику, это использование за 20 раз. Необходимо, да, необходимую. Они получили необходимую передышку. Конечно. Для того, чтобы выйти. Многие политологи говорят. Они вышли из такого пресса, изгоев, да, тоже как бы тоже. Сохранили людей на местах. Сохранили людей на местах. И, между прочим, я хочу вам сказать, что я бы не стал бы огульно всех людей, которые работали в демократической партии, так сказать, им маску Плохотнюка цеплять. Я знаю очень многих людей, толковых людей, которым коллектив просил и говорил, что слушай, ну уже подчинись ты ему, иначе пришлют какого-то дурака, он и дело погубит, и нас разгонит и так далее, и так далее. Помните эту историю «Заяц над пропастью», когда Брежнев предложил всех румынами? Он говорит, да буду хороший, я говорю, барон цыганский, если позволю погибнуть цыганам в Сибири, да еще румынами. Он говорит, хороший ты руководитель, побольше бы таких. Понимаете? Вот тут ситуация была. Вы спросили еще, я хотел добавить... Насколько, вероятно, коалиция между АКУМ и демократами? Да, вы знаете, там всякая ситуация может быть, но... Говорят, что это сейчас и международные партнеры радуются. Нет, я не думаю. Вы знаете, вот я скажу вам, международные партнеры. Если вы не надумаете, что в больших кабинетах, в больших, так сказать, очень хорошее название, в русском его нет, а в румынском есть «Марли Путель», да? Часто говорят о Молдове, вы ошибаетесь. Там говорят, может, раз. На самом деле, внешние партнеры были против того, чтобы была отставка «Майсан». Да. И что? Да. И что? Чем все закончилось? И даже больше внешние партнеры, как послы, понимаете? Это ее смелость, это ее эмоциональность. Нина, Нина, понимаете, вот есть три посла, да? Да. И есть центр, который редко вспоминает о Молдавии. И слава богу, что не вспоминает. Посол очень доволен. Не вспоминает, значит, все хорошо. И тут вдруг возникла ситуация. «Майсан» такой отставку. Сразу возникают в центре вопросы. Чем ты там занимаешься? Вы знаете, я однажды за одним застольем, один премьер одной большой страны, забыл о том, что сидит журналист за столом. То есть так получилось. Я видел, как он разговаривал с послом своей страны. Вы знаете, со мной так никто никогда не разговаривал. Ты чем там занимаешься? И тот был белый, понимаете? Он подал. То есть послу не очень хочется, когда, знаете, внимание центра. У него все хорошо, нормально. Есть коалиция, она работает и так далее. Послы обеспокоены были, в основном очень часто бывает так. Послы внешние, в маленьких странах, обеспокоены больше собой. Своей карьерой. Своей карьерой, чем ситуация в этой стране. Они же чиновники. Господин Фюлик, когда приезжал сюда и сажал за стол, вопреки всему и так далее, он кем, чем был обеспокоен? Европейским будущим Молдовы, расширением Евросоюза. Да он своей карьерой был обеспокоен, понимаете? И здесь наломал дров таких, что не дай бог. Кстати, посадил за стол переговоров, но карьера у него так что-то и не сложилась. Не сложилась. И у многих тех, у нас, кто надеялся, что за ним поменит. Да, вопрос в другом. Вы знаете, я хотел только добавить маленькую деталь к господину Филату. Вы знаете, много лет назад, ну не так уже, много, несколько лет назад, мой школьный приятель Володя Голгородюк, который занимался делом вот этим банковским, хороший банковский специалист, и по поручению тогда еще не президента Додона, занимался этой идеей, он меня пригласил в кафе, и рассказал эту историю с банковскими. Я могу сказать четко из того, что я не специалист в финансах, и не могу сказать, но вот я доверяю Голгородюку, я хочу сказать вам, что Филат не был главным бенефициаром этой истории. Скажем так. Но, с другой стороны, по моему мнению, да, Филат допустил ряд ошибок, за которые, конечно, он был наказан, и справедливо наказан. Помните эту знаменитую историю, когда Шарапов спорил с Жегловым, да, стоит ли извиняться перед тем, которого пускают, он сказал ему две вещи. Он должен вовремя был с оружием не разбрасываться, и со своими бабами разобраться. Наказаний без вины не бывает. Филат был виноват в том, что случилось с ним, понимаете, он понес вину, и он это, кстати, сам признает. Он должен, конечно, я согласен здесь с тем, что он должен разобраться сначала с этим, прежде чем задаваться политическими ответами. Да, но по поводу бенефициаров я вам хочу сказать, что мы вообще никто практически не знает, и никто не заглядывал, и никто не изучал именно уголовное дело, которое было начато, и которое до сих пор не перередано в суд прокуратуры антикоррупции. Все обсуждают билетристику, которая называется кровь, которая не является расследованием, и не имеет никакого отношения, вообще никакого отношения к реальной истории, которая произошла. Поскольку все деньги начали, украли из резервов валютных Национального банка. А туда, оттуда они начали уходить 28 ноября 2014 года, это последний день, который выдан был платежке Кроулу для того, чтобы он что-то расследовал. Начало именно 28 ноября 2014 года. Ни один день до сих пор не был расследован, никто не знает, что случилось, и куда ушли все эти деньги. И Филатова даже не посадили ни за это. Поэтому, еще раз говорю, нам предстоит очень много тайн, которые были специально созданы, и нам как пыль вброшены вот таким образом. Мы их должны реально, я очень надеюсь на сегодняшний день на прокуратуру и на новых людей, которые должны вернуться, профессионалов, которые должны вернуться, и которые должны показать реальную историю, которая там произошла. Правда, один человек, который меня очень уважает, он мне сказал такую фразу, знаешь, говорит, миллиарду что-то ворует не для того, чтобы его вернуть или найти того, кто украл. Понимаешь, тут сложно будет, я действительно соглашусь, что будет очень сложно, очень сложно. Но я еще раз повторяю, что тот человек сказал, что главным бенефициаром был все-таки, по его мнению, человек, который сейчас недавно бежал и политическим бенефициаром, и... Ну, я еще раз говорю, они основываются... Но мы не прокуроры, не суды. Но они же не видели, никто же не видел дела уголовного дела. Ну, как могут вообще, мы как можем вообще об этом говорить, если никто не видел, что расследовали на самом деле сами прокуроры? Вот как? Ну, если бы... Алавинская комиссия целая есть. Она не видела. Ей, в связи с тем, что документ уголовного дела не передан в суд, ты не имеешь права его разглашать. Да, все так, да. Ну, видите, заявление было сделано. Понимаете, специально и не передано. Потом мы обвинили Додона, а Додон, между прочим, говорил о том, что, подождите, нет уже, что же мы будем, если нет, вот мы хотим озвучить. Делается под политику, конечно. Понятно. В завершении нашей программы хотелось бы, чтобы вы ответили на простой житейский вопрос, который больше всего волнует людей. Стали ли граждане Молдовы жить лучше, жить богаче, и что нас ожидает в 2020 году? Вы меня спрашиваете? Да. 2020 год будет очень веселым, учитывая, что, так сказать, будет очередная избирательная кампания. Станут люди жить лучше? Станут люди жить лучше, понимаете. А мне кажется, это уже идет такой параллельный процесс. Я когда-то пошутил, что наша страна объявила курс на евроинтеграцию, но люди давным-давно объявили для себя этот курс. Они евроинтегрируются индивидуально, понимаете, уезжают из страны. И, к сожалению, наша экономика существует на деньги, которые они присылают. Понимаете? Это большая беда. Это наша большая беда. Почему? Потому что мы сегодня во многом зависим от денег этих людей и от просьб наших, к нашим внешним партнерам. Смогут ли молдавские политики переломить ситуацию? Ну, для этого нужна, во-первых, стабильность. Хотя бы несколько лет стабильности. Понимаете? А зачастую бывало так, что этой стабильности было как раз труднее всего добиться, учитывая наши политические игры, геополитику и так далее. Хотя с внешним партнером, скажу, не так уж нас втягивали в это. Я думаю, что вот по факту, если объективно посмотреть, господин Деменецкий, вот говорят, супер, все улучшилось, лучше, лучше становится. Но валовый внутренний продукт у нас, ВВП у нас на том же уровне. Экономического роста мы не наблюдаем, даже после тех изменений. Ну, чтобы был экономический рост, нужна экономика еще, понимаете? Вот, то, что у нас сегодня существует, это я вам говорю, что существует на деньги или гастрабайтеров, или на давальческом среде. Правительство как действует? Правительство сейчас просто возобновило те социальные проекты. Я ему не позавидую, понимаете, правительство. Потому что тут же, вот у нас уже заложены в бюджет какие-то деньги, извиняюсь, которые мы даже не знаем, мы их получим или нет. То есть твердой гарантии еще нет, понимаете? Вот. То есть правительству будет очень непросто. Очень непросто. Я ему не завидую, понимаете? Потому что ему надо будет начинать ращать в конюшне. А как вы это хотите делать в избирательный год? Это опять надо будет обещать, опять будет сложно все. Господин Лучинский, как вы считаете? Вот вы говорили, да, вот все значительно улучшилось. То есть, если сравнивать начало года и конец года, по каким показателям улучшилось? Вы, наверное, неправильно меня поняли. Плохотнюк ушел, это да, это хорошо. Вы сказали, что 2020 год изменится в контексте, я спросила, в каком. Вы сказали, в позитивном контексте обязательно будут позитивные изменения, все будет хорошо. Людей волнуют простые житейские вопросы. Будут ли они в социально-экономическом плане, улучшится ли их быт, ли их жизнь? Пока по показателям, статистически мы этого не наблюдаем. Не так ли? Ну, чтобы еще раз, я еще раз просто хочу сказать, что 2020 год, он будет интересен с точки... Политически. Политически, да. То, что касается экономически, я могу сказать следующее. Вы понимаете, Валерий правильно сказал, у нас действительно экономики-то, собственно говоря, нет. Если структуру экономики вообще на нее посмотреть, то, честно говоря, начинает появляться желание поплакать. Потому что она очень скудная. С такой экономикой, безусловно, мы никаких социальных вопросов решить не сможем в ближайшее время. Поэтому для того, чтобы здесь производить какие-то изменения к лучшему, то, что бы мы ни говорили, эти изменения могут быть проведены только конкретными людьми. Людьми, не машинами, не партиями, не каким-то непонятным объектом. Объектом, конкретными людьми. Все эти сегодня очкотирательства, которые называются проведением конкурсами на должность ту или иную, мне кажется, что это самая большая ошибка, которая может быть допущена. Почему? Потому что нам вообще по-хорошему в стране нужен очень хороший хедхантер, который найдет конкретного человека, который не будет бояться изменений, который знает, как эти изменения проводить и реально будет этими изменениями заниматься. Эти изменения по-другому называются реформами. Но я думаю, что это не реформа, а реально серьезные фундаментальные изменения. Поэтому нам нужны люди, которые готовы к риску, которые готовы работать с амбициями для страны, а не для себя самому. А есть эти люди? Ну, конечно, есть эти люди. Безусловно. В правительстве сегодня эти люди есть? Мы же не должны определять у человека, какой у него цвет диплома или из какой страны, в какой стране он получит. Он должен быть готов. Это особое свойство. Есть же специальные менеджеры по рискам, по кризисным ситуациям. Это особого свойства люди. Это как люди особого свойства. Нам такие люди нужны в страну для того, чтобы они серьезно занимались именно, если мы говорим о техническом правительстве, то нам нужны именно люди, которые сегодня не будут думать о своем политическом будущем, в политический год, а реально будут внедрять серьезные изменения в экономике страны. Потому что любую, что бы мы ни взяли на сегодняшний день, любую область экономического потенциала Республики Молдова во всех областях существует проблема. Абсолютно во всех. А проблема, она практически одинаковая. Это монополия, первая, которая приводит к тому, что не существует конкуренции. Ни одна экономика не может быть без конкуренции. Мы настолько убили бизнес-класс как класс, зачислив их сразу или упаковав их сразу под определенные статьи Уголовного кодекса, что в нашей стране быть бизнесменом на сегодняшний день – это достаточно рискованная жизнь. До сих пор? Безусловно. Безусловно. Потому что общество не воспринимает, например, человека, который может действительно заработать деньги своим усилием каким-то, своей настойчивостью и так далее, с риском каким-то своим. Поэтому сегодня в рыночной экономике представить себе, что не существует среднего, мелкого или какого-то другого класса предпринимательства – это самоубийство. А у нас на сегодняшний день никто этим занимается. У меня вопрос, кто будет нам сегодня платить налоги? Мы с пенсией или с учителей, или с госбюджетников будем налоги снимать? Конечно, нет. Это безусловно, если мы говорим о рыночной экономике, то безусловно, рынок – это предпринимательство. Поэтому в данном случае это разговор об инвестициях, о дешевых деньгах, о серьезных проектах инфраструктурных и производственных, создания площадок специальных для создания производственной базы. Я всегда говорил, скажите, пожалуйста, почему у нас ВВП не растет в целом, но при этом IT-парк растет 30%, а свободноэкономические зоны растут у нас тоже достаточно прилично, туда приходят инвесторы. А почему на другую зону, основную часть Молдовы не приходят, которые регламентируются сегодняшней налоговой политикой? Почему? Ну, потому что невозможно жить в стране, где у тебя налоговая политика меняется из года в год. Дайте нормальную программу какую-то на три года, оставьте людей в покое, помогите им создать бизнес, помогите им нанять людей на работу, научите людей. На сегодня профессионально-техническое обучение, например, вы мне извините, не то что не развито, оно находится в удручающем абсолютно положении. Поэтому за что ни возьмись, у нас, к сожалению, не существует ни в чем система. Потому что, когда говорим о профессионально-техническом обучении, мы всегда придем к роли Министерства экономики. Не Министерства образования, Министерства экономики. Вы знаете, что в Германии 70% обеспечения профессионально-технического обучения происходит профессиональными союзами, где собираются все, например, ассоциации по строительству, к примеру, в какой-то ланде каком-то, и говорят, ребят, мы заинтересованы в рабочей силе, поэтому мы готовы платить, нам нужны ателье, нам нужно, чтобы оттуда выходили уже готовые люди. Поэтому там дуальное образование. Потому что там два дня они учатся теории, три дня они идут и работают на предприятии. И на предприятии им выдается зарплата. Минимальная. Естественно, не так, как все. Но минимальная, но выдается. И люди, когда выходят оттуда, они уже знают, что такое бизнес, субординация, механизм. Они уже влиты в эту систему. Поэтому у нас, я говорю, фундаментальных вещей масса. Поэтому самое смешное, что это у нас существовало. Когда-то тоже мы ругали Советский Союз. И, наверное, справедливо за многие вещи ругали. Но там была система планирования. Знаете, знали, сколько нужно рабочих, сколько нужно специальностей. Конечно, это очень сложно предсказать. Но и делать то, что у нас делается, когда у нас повалено в 90-е годы, все лезли в дипломаты, в юристы и политики. А потом выяснялось, как в Москве, в России. Все лезли туда, в дипломаты, а выяснилось, что, оказывается, нефтегазовая промышленность. То есть у нас сегодня действительно дипломатов и юристов очень много. У нас сегодня невозможно найти хорошего инженера, хорошего строителя, хорошего технолога. А наши технологи, кстати, очень хорошо ценятся в России. Пищевые технологи, консервирование и так далее. Вот конкретные. Они там взялись, но у них там сейчас двигается сельское хозяйство, консервное промышленность, пищевое. Вот здесь, вот те реформы, которые были объявлены даже на прошлой неделе, что правительство будет реформировано после Нового года, что будет увеличено количество министерств обратно. Вы знаете, при полгоднике, давайте скажем так, сокращение министерств было искусственным. Я вообще не понимаю, почему Санду сразу не пошла на это. Не сказала, что это была глупость объединять несколько министерств в одном. Они там все мучились. Это все было, знаете, чистый обман, знаете, вот как бы, да. Но я хочу вам сказать еще, вот добавить, я согласен с ним, что сказал Кирилл, я хочу еще добавить только одно. Самая большая наша проблема еще, знаете, какая? Какая? Это юридическая. Это для того, чтобы вот беззмены чувствовали, что они равны перед законом, да, и они могут... Юстиция, конечно. Ну, сегодня генпрокурор заявляет. Когда у нас не будет самым главным бизнесменом, прокурор, который, извините меня, на родственников, сделал кучу разных там... Нет, почему? У нас сейчас генпрокурор, который сказал о том, что, и в принципе это видно, что не арестован ни один бизнесмен, который сказал о том, вполне, в принципе, нормально, объективно, что арест, это крайняя мера пресечения будет. Не так, как раньше. Я не знаком с господином... В принципе, мы видим, почему господин Транга на свободе. Есть очень много хороших, позитивных примеров. Но дело в том, что не генеральная прокуратура занималась делом Транги. Всеми беспредельными вещами, вот так была создана эта реформа прокуратуры, что генеральная прокуратура – это обложка красивая, а всеми уголовными делами, беззаконим, занимались две прокуратуры – антикоррупция и Пичкокс. Но сейчас генпрокуратура серьезно взялась, не на шутку, за реформой антикоррупционной прокуратуры. Это прокуратура и с борьбой с преступностью. Нет, я вам говорю, что вот я не знаю господина Стояногла, но то, что я слышал о нем от людей, которых я уважаю... Мы видим по его заявлению, по его действиям, что идут какие-то реальные изменения. Принципиальный человек, который не захочет, чтобы его имя было втоптано в грязь и просто его размазали. Но согласитесь, что у него стоит сверхзадача, суперзадача. Понимаете, что бы мы ни говорили, но влияние политики на прокуратуру всегда было, есть и будет. Это даже есть в тех странах, которые нас получают демократии. Конец семьи Кеннеди был, когда он взял деньги у Джанкана и у итальянской мафии, потом не отдал эти деньги и натравил своего брата-прокурора. И закончилась семья, перестреляли всех. Как знаете, в Америке все это знают великолепно. Даже вот нашему журналисту Валентину Зорину сам Роберт Кеннеди сливал эту информацию, для того, чтобы через Советский Союз это все прошло и узнали об этом. Но это тоже не спасло его от пулей. Прокуроры, они всегда будут, и судьи, и прокуроры, они всегда будут несколько зависеть от политиков. И как это дело преодолеть, понимаете, каким образом это все дело исправить, а у нас это дело очень сильно загнило, потому что у нас, к сожалению, прокуроры, судьи стали главными бизнесменами. Потому что они могли карать, отбирать бизнес, карать, сажать и так далее. И не нести никакой ответственности. И вот если это не будет дело прекращено, понимаете, то, конечно, ничего ожидать не приходится. Сюда не придут инвестиции. Ни один ненормальный не приведет сюда деньги туда, где их можно лишиться за 5 минут, понимаете. А нам нужны эти инвестиции, нам нужны рынки сбыта, понимаете. Мы можем вспомнить. Я думаю, что не стоит так пессимистично завершать. Нет, я не говорю, мы говорим о том, что есть задачи. Есть задачи, которые надо выполнять, и этим заниматься должно произойти. Потому что, на самом деле, проблема ассимиляции денег, тех же инвестиций, стоит очень большая. Вы посмотрите, деньги из Берды, например, дорогу на Унгены, 5 лет строят, на Джурюлеште, по-моему, там 6 лет стоит и так далее. Это показывает о том, что мы своими силами, к сожалению, не можем. То есть у нас нету этих кадров непосредственно. Я очень хорошо помню, когда у нас были местные выборы в 2013 году, и когда мы говорили примарям всем о том, что, ребята, самая главная проблема, потому что деньги есть. Самая главная проблема, каким образом вы их получите. Потому что для того, чтобы получить, надо научиться написать заявку, проект и так далее, понимать, куда, и организовать дело таким образом, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться. К сожалению, на сегодняшний день Республика Молдова, это та же самая история, как с Румынией. В Румынии вначале был фонд от Евросоюза 54 или 52 миллиарда. В связи с тем, что они не смогли все это перелопатить, все это освоить, все это пришло на 32 или 35 миллиардов. То есть это сумма, где остановились, потому что только на этом уровне они начали осваивать. Поэтому в Республике Молдова даже инвестиции, если пойдут, то это не значит, что они пойдут, и вот мы готовы их принимать. Для того, чтобы открывать здесь новые производственные мощности, правильно совершенно говорит Валерий, потому что правительство должно бороться и драться за рынки сбыта. Рынки сбыта для Республики Молдова, это очень важный аспект, но это политические, зачастую политические переговоры, политические компромиссы. Это компромиссы в определенном смысле этого слова. Поэтому не бывает так, что вы будете плевать на определенную страну в международных организациях, а потом будете требовать от нее открыть рынки сбыта. Такого не бывает. Мне кажется, что и наши политики немного повундрели. Они уже выдерживают какой-то политический баланс. Посмотрите, даже с Российской Федерации. Вас надо назначить прежде, которое правительство. Вы излучаете оптимизм. В таком случае, они избегут на полгода выборов. Нет, уже даже с Российской Федерации эта межправка в миссии, она работает. Нет, я вам хочу сказать, что внешние партнеры просто так деньги не дают за красивые глаза. Это раз. И все эти рассказы о том, что если мы будем кричать «давайте мы за русских» или «давайте мы за Запад». Но мы не имеем на это права. Уже история нам показывает. Это не гарантия денег. В России такая же сегодня капиталистическая страна, как все остальные. И прежде чем дать деньги, это будут считать, смотреть, думать, куда и так далее. Они научены горьким опытом господина Януковича, которому дали 3 миллиарда сейчас. Сейчас, понимаете, их как сложно вернуть, да, и так далее. Хотя они в евробондах, и так далее, и такое прочее. Поэтому я вам хочу сказать, что сегодня за красивые глаза ничего не будет. Нужен серьезный подход, нужны кардинальные изменения, нужен порядок юстиции, нужен порядок государства, нужна взвешенная нормальная политика. Если у нас опять начнется новые досрочные выборы и новые шайды ревера, да, вот в угоду мелким политикам, считайте, забудьте о деньгах, конечно. Никто с вами дело не захочет иметь. Скажут, ну что, извините меня, мы что, ненормальные, что ли? Завтра мы приходим, а там новый товарищ говорит, вы там удали, да, так они украли. В Румынии что же было с этим наружным фондом? 700 миллионов украли. Потом, когда делали отчеты, я тогда освещал ситуацию в Румынии, какой-то определенный период, да, я там читал, там, европейцы фонарели, да, они покупали там себе икру, коньяки дорогие, там, водителям платили зарплаты по 10 тысяч евро из этих фондов и так далее. Выяснили, что 700 миллионов евро украли. Понимаете? Понятно, спасибо. К сожалению, нашу эфир необходимо уже завершать. Господин Лучинский, вот близится Новый год, 2020 год. Хотелось бы, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я очень хочу пожелать мира над головой в обществе, в семье, чтобы был мир, покой. Я очень хочу, чтобы в нашей стране было как можно больше добрых людей, как можно больше доброты мы могли бы видеть в СМИ. И как можно больше говорили бы о доброте и о добрых людях. Я очень хотел бы, чтобы мы все-таки, не знаю, ну, хотя бы на капельку у нас в обществе повысилось бы сострадание к тому, что происходит с нашим ближним. Потому что это приведет к истинному единству в стране. Поэтому я очень надеюсь, что даже несмотря на то, что следующий год у нас будет все-таки бурный год с точки зрения политики, но все равно наши нормальные качества, естественные качества у Молдавана такие качества. Мы мирные люди, мы добрые люди, мы люди, которые не держим зла на кого-то. Вот эти качества все-таки будут преобладать. Спасибо большое, господин Демидевский. До конца года мы уже с вами не увидимся в эфире. Мудрости, доброты. Тут что добавить? Больше нечего добавить. Мудрости и доброты. Доброты друг к другу. Понимать, что мы все плывем в одной маленькой лодке. Это наше государство. Так определилось с судьбой. И поменьше ее раскачивать. Спасибо вам огромное. Я выражаю вам благодарность за участие в этом эфире, за интересные исчерпывающие ответы на все вопросы. Дорогие телезрители, я напомню, что в эфире была программа «Главная». Гостями студии сегодня были Кирилл Лучинский и Валерий Демидецкий. Желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова